Здравствуйте, уважаемые зрители! Христос Воскресе! В этот светлый и радостный праздник Святой Пасхи общественное российское телевидение ведет прямую трансляцию торжественного богослужения из воссоздаваемого Храма Христа Спасителя. Сегодня, в первый день праздника Пасхи, впервые под сводами этого величественного собора будет совершена Великая Пасхальная Вечерня. Богослужение возглавит предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Его святейшеству будут сослужить архипастыри, представители других поместных православных церквей и многочисленное духовенство. Перед началом богослужения состоится торжественная встреча Патриарха. Десять колоколов Храма Христа Спасителя Торжественно возвещают о том, что через несколько минут Пасхальная Вечерня начнется. Эти колокола были отлиты в литейном цехе завода ЗИЛ. Самый большой из них, две тысячи, самый большой из них, двести десять кудов. Вся звонница настроена в ля-минорной тональности, что соответствует тому, что было на звоннице прежнего храма. Вместе с Патриархом войдем под своды этого величественного собора. Хор исполняет песнопение «Христос воскресе из мертвых» на греческом языке. Всего лишь за год с небольшим была воссоздана эта дивная святыня нашей земли. Храм-памятник воинской славы. Храм Христа Спасителя. Менее месяца тому назад его купола были увенчаны крестами. Все это стало возможно благодаря общим усилиям Патриарха, президента страны, правительства России и города Москвы, архитекторов и строителей, большому коллективу тружеников, которые денно и ночно трудятся над воссозданием храма боголюбимому народу российскому и других стран мира, чьи жертвы позволили в столь короткий срок воссоздать из небытия главный кран России, символ преображающегося ныне Отечества нашего. Приближается знаменательный юбилей 850-летия Москвы. К этой дате с Божьей помощью, надеемся, будет завершено строительство храма во внешних формах. А к великому юбилею, двухтысячелетию христианства, восстановление храма, посвященного Рождеству Христову, верим, будет завершено полностью. Глубоко символично и знаменательно, что в этом первом богослужении в храме Христа Спасителя принимают участие два хора. Сводный хор Святой Троицы Сергиевой Лавы и Московской Духовной Академии и Семинарии под управлением Архимандрита Матфея и хор Краснознаменного ансамбля имени Александрова под управлением заслуженного деятеля искусств профессора Юрия Ухова. Хор Московских Духовных Школ исполняет ермост девятого, девятой песни пасхального канона. Светися, светися, Новый Иерусалимец. Слава Богосподне на Тебе, Воссия. Ликуй ныне и веселись о Сионе. Ты же чистая, красуйся, Богородица. О восстании Рождества Твоего. Христос воскресе! И вот впервые в этом соборе звучит пасхальное, жизнеутверждающее приветствие «Христос воскресе». Заканчивается торжественная встреча переоблачением патриарха в богослужебные одежды. для участия в пасхальной вечерне в храм Христа Спасителя прибыл президент Российской Федерации Борис Николаевич Ельцин. Патриарх, духовенство, президент России, члены правительства Российской Федерации и депутаты обеих палат, мэр и правительство Первопрестольного города Москвы, высокие и почетные гости, многочисленные прихожане московских храмов все ныне собрались в этом поистине общероссийском храме для участия в праздничном богослужении. Нынешнее богослужение имеет глубокое духовное значение. Видимо, промыслительно, что два больших события празднование Пасхи Христовой и первое богослужение в самом храме Христа Спасителя совпадают по времени. Пасхи Христовой Хор исполняет песнопение на греческом языке. «Тон деспотинки архиереи мон, киреи филоте испола эти деспота», что означает «Господина и архиерея нашего, Господи, сохрани на многое лето». В пасхальные дни православные христиане празднуют воскресение Господа Иисуса Христа. Здесь же мы присутствуем при воскрешении его храма, который, по словам предстоятеля Русской Православной Церкви, Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Алексея Второго, должен стать знаменем веры наших современников, воскрешение духовных и культурных традиций Святой Руси. «Господина и архиерея нашего, Начинается вечерняя по пасхальному, пением тропаря Пасхи «Христос воскресе из мертвых». «Христос воскресе из мертвых» Смерть и смерть, о прав, И слощем обрежьему дарва. И слощ в воскресе и смерть, Смерть и смерть, о прав, И слощем обрежьему дарва. И слощ в воскресе и смерть, Смерть и смерть, о прав, И слощ в воскресе и смерть, о прав, И слощ в воскресе и смерть, Субтитры подогнали Симон. Духовенство начинает петь пасхальные стихиры. Да воскреснет Бог и расточаться в рази его. Между этими стихами из Псалтири многократно звучит тропая праздника Святой Пасхи. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим в огробе живот, жизнь даровав. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Далее следует Великий Пракимин. Кто Бог велей, Яко Бог наш, ты, если Бог, творяй чудеса. Слово Прокимина, по-русски предшествующий, в данном случае этот стих предшествует чтению Евангелия от Иоанна. Слово Прокимина, по-русски 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 предшествует чтению Евангелия от Иоанна. Я предварю это чтение тем же евангельским отрывком, но по-русски. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 25. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им «Мир вам!». Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично «Мир вам!». Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, Дунул и говорит им «Приимите Духа Святого!». Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему «Мы видели Господа», но он сказал им «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста Моего в раны от гвоздей, и не вложу руки Моей в ребра Его, не поверю». Знаменательно, что во время пасхальной вечерни читается Евангелие о том, как один из учеников Христа Фома не поверил в воскресение своего Учителя и Господа. Здесь, в воссоздаваемом храме Христа Спасителя, это евангельское повествование обретает особое звучание. И сколько еще людей, которые не хотят верить ни в воскресшего Христа, ни в воскрешение Его храма. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok города Москвы и члены правительства города, многоуважаемые гости, дорогие отцы, братья и сестры. Радость праздника Святой Пасхи снова пришла к нам. И сегодня она усугубляется тем, что мы собрались под сводами воссоздающегося храма Христа Спасителя. Воскресение Христово открыло людям врата неба, избавило их от духовной погибели, даровало им жизнь вечную. Почему пасхальное ликование может быть всегдашним состоянием христианина, знающего, что Бог, как писал апостол Павел, возродил нас воскресением Иисуса Христа от мертвых в упованию живому наследству нетленному, чистому, неувядаемому. И ныне, воспоминая, как Господь восстал от гроба, вдохнув в мир, в дыхание новой жизни, мы этим первым богослужением приносим жизнь, приносим веяние Духа Святаго, вознос воздвигнутые стены этого величественного храма. От имени всей полноты церковной я благодарю строителей, архитекторов, мастеров, всех потрудившихся, а равно миллионы жертвователей, внесших большие и малые лепты на святое дело восхождание храма Божия. Особая благодарность наша президенту Российской Федерации, правительству, принявших решение о содействии в воссозданию храма, Меру и правительству города Москвы, чьи инициативу и труд по возрождению народной святыни можно назвать поистине подвижническими. Храм, храм, хвост которого созидается весьма скоро и успешно, теперь должен обрести душу, а она в молитве чад Божьих в жизни церковной общины. Вознося Господу под этими сводами ликующие пасхальные песнопения, мы молимся Ему о неспослании благодати Святаго Духа этому храму. Пусть же утвердится храм сей силою Божией, молитвами церкви и трудами народными. Пусть будет живым свидетельством народам о Христе, свидетельством, дающим людям пасхальную радость, свидетельством столь ясным и чистым, что и равнодушному к вере кощунственной покажется сама мысль вновь оскорбить чувства людьми и вновь надругаться над православной святыней. К сожалению, есть еще люди, которые вынашивают подобные планы. Воссоздание этого храма – символ воскресения Руси, знамение надежды на лучшие времена для народов, оставивших Бога, но ныне к Нему возвращающихся. Так будет же для нас пророческими слова святителя и исповедника Патриарха Тихона, «До моется покаянными обетами и святыми тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на святой подвиг и его совершая, да возвысится он подвиг молитвенный, жертвенный подвиг». Всем вам, дорогие мои, молитвенно желаю мира душевного, светлой, пасхальной радости о Христе Воскресшем. С праздником светлого Христового Воскресения поздравляю всех вас. Христос Воскресе! С праздником воскресе! Я не могу не поблагодарить тех, которые сегодня присутствовали здесь за первым богослужением, совершенным в этом святом храме. я благодарю вас, Борис Николаевич, члены правительства, я благодарю архипастерей, которые совершили с нами сегодня первую пасхальную вечерню в этом святом храме. Я не могу не поблагодарить два хора Троицы, Тергиевы, Лавры и Московских духовных школ и военный хор имени Александрова, которые помогали нам прочувствовать радость светлого праздника Воскресения Христова. И стало уже доброй традицией в первый день Рождества Христова и в первый день праздника Пасхи я имею возможность в течение 15 минут общаться с нашими согражданами, соотечественниками, которые совершают свой космический полет, а в этот раз и гражданка Соединенных Штатов Америки. И вот половина второго, имея эту связь с космосом, космонавты, все, и наши, и американцы, просили поздравить всех россиян, всех москвичей с праздником светлого Христового Воскресения. Так что не только на земле мы приветствуем друг друга пасхальным приветствием, но и из далекого космоса приходит к нам всем пасхальное приветствие. И мне хотелось бы передать вам ваше превосходительство традиционное пасхальное яйцо как символ жизни. Пасхальными яйцами мы одариваем эти пасхальные дни друг друга, вспоминая победу жизни над смертью, добра над вам. Завершилось первое пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. И это вселяет надежду на то, что венцом столь многотрудного дела, участниками и свидетелями, которого все мы являемся, будет возвращение Отечеству главного соборного храма России, храма Христа Спасителя. Под его величественными сводами да воссияет и всем нам благодатный свет воскресения Христова.